Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня зовут Михаил, мне 19 лет, у меня проблемы с непринятием прошлого, моей нынешней девочкой. Встречаемся более трёх месяцев и всё ещё мучаюсь с этой проблемой. Она рассказала всё ещё до начала отношений, и изначально у меня это не вызвало никакого дискомфорта и неприятных мыслей. Но вскоре начала волновать, и даже очень сильно, да так, что не могу совладать со своими эмоциями, спокойно могу устроить ссору, в которой буду унижать девушку, повторяя, что считаю её поведение неприличным. Но когда гнев уходит, испытываю дикую вину перед ней, что подвергало её такой психологической пытке, ведь вижу, что она может заплакать, и самое неприятное это всё вспоминать, и тем более с этим разбираться. Сначала меня привозила мысль о количестве партнёров. Со временем я нашёл этому объяснение, она искала любовь и внимания. На эту тему я успокоился, больше не обсуждается мне, меня она никак не задевает, хоть и раньше сильно тревожила. Сейчас меня беспокоят такие факты в её жизни, как интимные. Вот. Тут же история не про искать внимания, а извращение какое-то. А вот. А вот вы пишите, что не приняли бы определённый расклад. Вообще, я навсегда утверждаю, что это был просто опыт, да ещё и негативный, но я всё же трудом могу представить, как я могу принять то, что брось бы на этот человек, этот человек был, как вы его называете, извращенцем и послал подобное. Проблема в том, что я не могу спокойно смотреть фильмы, где показаны или упоминаются отношения без обязательств или секс. Как втроём слушать музыку аналогичным фильмам. Общаться со знакомыми, с которыми многие постоянно поднимают тему секса и что-то бывает наталкивает на неприятные мысли, смотреть видео и так далее. Всё, что с этим связано, меня триггерит на мысли, что она вот так же для кого-то отдавалась и становится ужасно обидной и мерзкой, как будто это произошло сейчас, а не пару лет назад. Как справляться с этими мыслями, я хочу, чтобы я мог, как раньше, не бояться жить обычной жизнью, чтобы ничего не наталкивала на мысли, где я её с кем-то представляю. Она прекрасная девушка, которая вследствие такого опыта, плюс много хорошего к ней отношению, плюс моего хорошего к ней отношению. Ухаживание, комплименты сейчас, это всё есть, внимание, забота, но бывает 40, где могу вести сюда ужасно, а то оскорбить, то умереть, осуждая прошлое. Всё стало идеальной для меня, она стала меняться в лучшую сторону, начала готовить, помогать бытовых делах, консерсоваться чем-то новым, проявлять любовь, так, как мне надо. Поэтому я не вижу тут решения уйти от неё, я знаю, что люблю и вижу, что меня тоже любят. Ну, базово, базово, я выделил бы, наверное, несколько проблем, вот. Вот. И первая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы очень, судя по всему, неуверенный в себе человек. То есть, вы в себе неуверенны, вот, вы в себе сомневаетесь, и вам нужно, вот, ну, вам нужно подтверждение, вам нужно подтверждение. Получается, что девушка вот, ну, как бы, с вами, вам нужно подтверждение того, что девушка как-то вот, значит, ну, вас любит. Вот. 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 И что никто не оспаривает, а её у вас. Вот. То есть, по сути, вот, с одной стороны, такая, получается, как бы, как бы, потребность в ней. То есть, это костыль, потому что вы склоняете человека к тому, чтобы она, вот, менялась, была такой, какой вам нужен. Вот. То есть, это, вот, идея про то, что девушку вы, вот, воспри, ну, воспринимаете, как костыль. Вот. И, соответственно, какие-то, вот, посягательства на неё, да, это вот означает, что вам она не принадлежит, а, как бы, значит, это может что-то повториться в будущем, а вы, ну, вот, вероятно, не допускаете мысли о том, что... Ну, то она может быть не с вами. Вот. То есть, она вам нужна очень сильно. Вот. А нужна вся тоже опять история про компенсацию. Вот. То есть, вы что-то, вот, значит, с её помощью, ну, с её помощью, да, вы что-то компенсируете. Вот. Это первый. И второй момент, на мой взгляд, значит, заключается в том, что вы не видите в девушке личность. Именно личность. Девушке вы не видите. Вот. И это, на мой взгляд, очень, очень большая, серьезная, как мне кажется, проблема. Вот. Что вы не видите в девушке личность. Что на первое место, на первый план вы выставляете, ну, выставляете её женскую составляющую. Вот. Это очень незрелые отношения, где личность человека вообще как бы не на первом месте. На первом месте вот непосредственно, непосредственно, на первом месте непосредственно гендерно, ну, гендерно надо быть победить. Вот. И, в общем и целом, я бы сказал, что, ну, это серьезная проблема. Вот. Потому что обесценить в таком ключе человека, его опыт какой-то, вот, вообще не представляет никакого труда. От слова совсем. От слова совсем не представляет никакого труда принципа. Вот. Понимаете, да? Поэтому. 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 В первую очередь вам нужно, в первую очередь вам нужно обратить внимание именно на эти вещи. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Ну, по моему мнению, да, вам нужно вот обратить внимание на эти вещи в начале. Дальше уже, значит, смотри. Значит, навязчивые мысли. Да, есть. Здесь нужно вам обратиться, пожалуй, что к психотерапевту. Вот. К клиническому психологу. Вот. Для того, чтобы вам соответственно, соответственно, диагностировали навязчивые мысли и назначили лечение. Вот. Потому что это, ну, это лечится. Вот. Но это, как бы, как бы, является, ну, все-таки, наверное, заболеванием. Такая штука. Ну, вот. Как бы, нам, вот, неприятно, наверное, было бы это говорить, да, но это заболевание. Нам нужно курироваться врачом. Вот. Значит, значит, в основе, в основе лежит какой-то ваш страх. То есть, вот, тут вот то, что вы сами называете мерзким, то, что вы сами называете ужасным, то, что вы сами говорите, что не можете, там, тут смотреть, о чем-то говорить. Вот эти ваши чувства, которые возникают. Их нужно исследовать и увидеть, что за ними стоит. Вот. Что за ними стоит, что за ними скрывается, потому что это очень важный момент. Он, ну, ведет, как бы, напрямую к вашему конфликту. Вот. Лично я думал, лично, лично я думал, что Баберна Модель Победения связана с определенным таким культом силы. Вот. С определенным таким вашим культом силы. Вот. То есть, что девушка принадлежит только мне, что у нее должен быть только один, ну, тут только один мужчина и так далее. Вот. То есть, это такая вот, ну, обратная сторона по сути маскулинности. И, само собой, как мы можем видеть, да, вам это, ну, довольно сильно мешает. Поэтому придется пересмотреть, конечно, конечно, еще и ваши мировополенческие, да, какие-то вещи тогда. Вот. Следующий, следующий момент. Вот. То, что вы говорите про, ну, про возможность оскорбить девушку довольно легко. Вот. То, что вы говорите, что, значит, оскорбляете ее вначале, потом, типа того, чувствуете вину. Вот. Это про, значит, такое вот, в какой-то степени, да, недоверие себе, это про мазохистическую позицию по отношению к себе. Вот. То есть, ну, даже такую, знаете, сада, 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 сада мазохистическую позицию. Вот. Сначала оскорбить, потом чувствовать вину. Вот. Даже если, ну, грубо говоря, без того, чтобы оскорбить, да, человека, вы вот, ну, не можете, как бы, там, чувствовать себя, ну, чувствовать себя хорошо. То есть, нужно понимать, что агрессия в определенный момент накапливается, знаешь. Вот. Агрессия, страх в определенный момент накапливается. Это никак не связано с девушкой. Вот. То есть, ну, если бы ее не было, да, было бы что-то другое. Был бы кто-то, был бы кто-то другой. Вот. Да, сейчас это, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ проявлять свою агрессию. Агрессия накапливается. Агрессия накапливается из страха. А страх, в свою очередь, возникает из-за того, что вы не идеальный, вы не идеальный мужчина, вы не самый-самый, вы не на первом месте и так далее. То есть, о чем мы здесь говорим? Мы сейчас говорим о таком подходе к жизни, соревновательном. Да, это соревновательный подход к жизни. Ну вот, это такой конкурентный, можно сказать, подход. Постоянно конкурентный. Вот. То есть, вы постоянно, вероятно, сравниваете, значит, себя с другими, ну, с другими мужчинами, например. Вот. Все это то, что вы делаете, как мне кажется. Вот. Ну, понятно, что я не уверен, но могу предположить это. Вот. Ну, такой подход связан с тем, что вы очень сильно, на мой взгляд, обесцениваете себя. То есть, эээ, как, эээ, как, эээ, как, эээ, личность у себя обесцениваете. Вот. Выставляю на первое место, эээ, себя как, как мужчину. Вот. Понимаете? Да? Эээ, да. В этой, эээ, в этой, эээ, ну, в этой позиции, да, если угодно, у меня ничего плохого нет. Такой вот классической модели, эээ, взаимоотношений между мужчиной и женщиной, да, ничего плохого нет. Но. Эээ, только если человек в себе уверен. То есть, если мужчина в себе уверен. Вот. Если в эту позицию, эээ, входит человек, который к себе не уверен, эээ, он вращается к тиранам. Значит, то есть то, что вы по сути дела, вы меняете девушку. То есть то, о чём вам, эээ, эээ, коллега, эээ, Кудрячёв Игорь Леонидович, как раз говорил. Вот. Да, в основе, конечно, лежит определённый, определённый костыль. То есть в основе лежит то, что, эээ, то, что вы пытаетесь, значит, ээээ, ну, компенсировать. Эээ, за счёт девушки в себе. В основе лежит это, конечно. Вне всякого сомнения. Вот. Да, это правда. Это правда. Но, тем не менее, есть ряд факторов, есть ряд факторов, потому что вы, эээ, на мой взгляд, ээээ, не можете обойтись без того, чтобы ээээ, эээ, рационализировать это. То есть вам необходимо рационализировать эээ, свое поведение. Вот. В вашем су, в вашем случае важно понимать, что избавление, коррекция мыслей, эээ, навязывают. Вот. Эээ, напрямую связано с изменением в целом вашей позиции. Вот. Смещение приоритетов, акцентов. Вот. Ну а другие вещи. Более зрелые. Вот. Смещение приоритетов, которым вы, как мне кажется, не чужды. Мне кажется, вам это не чужды. Вот. Вы идеализируете, ээээ, не идеализируете даже. Эээ, вы, ээээ, продаваете слишком много отношений к сексу. Интимной жизни. Слишком много отношений. Вот. Это интересно. Там это, не говорю вопроса, а почему? Вот. То есть много значений, много значений от всех, кто выбирает. Но, в исключительный, эээ, в исключительно, эээ, получается, ээээ, негативная форма. Вот. То есть это выглядит, честно говоря, честно говоря, как отрицент. То есть как, ээээ, ну, отрицент, по сути. Вот. То есть это выглядит, как, ээээ, как что. Это выглядит, как то, что. Вы хотите этого самого. Чего-чего-то. Например, хотела бы же, эээ, же-мже. Вот. Но вы себе это запрещаете. Вот. То есть вы доходите, но для этого нужно, как бы, немножечко вот поступиться, ээээ, вероятно поступиться. Чем? Ээээ, поступиться своей исключительностью. Поступиться своей единственностью. Ээээ. То есть на самом деле довольно легко проверить, эээ, любите ли вы девушку или нет. Вот. Точнее, эээ, есть ли любовь, вот. Эээ, ну, только, только любовь. Эээ, есть ли только любовь или, эээ, есть вот что-то, ну, что-то еще. Помимо любви. Вот. Очень легко проверить, достаточно просто спросить вас, эээ, вот, колбас-колбас или вы к такому, что девушка раз-то уйдет и... Ээээ, захочет быть другим. Прямо сейчас. Вот. Понимаете, вот, если готовы, если вот вы, ну, принимаете... эээ, принимаете ее. Ну, вероятно вы ее любите. Если нет, то это не совсем любовь, вот, это скорее потребность, скорее нуждаемость в человеке, ну, любовью, по крайней мере, в чистом виде, я бы это не назвал, я бы это не назвал, вот, потому что, ну, вот, есть такие нюансы. А, вот, вы же говорите, что, значит, что не принимаете, да, ну, прошлая, как бы, девушка, а, вот, вы говорите о том, что она делает, там, ну, то, что нужно вам, вот, ну, по сути. Вот, это как-то, как-то, вот, на любовь не очень проходит. Это больше, как я уже сказал, да, больше проходит на то, что мне, вот, мне, 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 мне что-то нужно, вот. А, ну, вот, чем-то я нуждаюсь, вот, и я, значит, ну, требую этого делать. То есть, иными словами, иными словами, решаю свои проблемы, да, сейчас нет, вот. А в этом ключе, в этом ключе, хоть вам и не понравится то, что я скажу, вот, но в этом ключе, ваше ухаживание за, ну, за девушкой, ваше ухаживание за ним, в этом ключе, выглядят, ну, как профлекция, вот. То есть, это выглядит как то, что вы для нее делаете, а то, что хотели бы сделать для себя. То есть, забудьте свои не о ней, забудьте свои о себе, вот, вы делаете комплименты не ей, а вы делаете комплименты себе через нее, вот. То, что она с вами начала, то, что она с вами начала меняться, вот, ну, меня, меня осталось, надо делать что-то там, ну, чем-то, чем-то интересное сидеть, и так далее. Говорит о том, что вы делаете с нее, ну, делаете с нее ту студию, с которой хотите, вот. Но это же означает, что вы через нее просто реализуетесь, реализуетесь сцены, по сути. Вот, а это, ну, не совсем, ну, не совсем в дорогие отношения, это, вот. И, само собой, что, ну, в будущем могут быть проблемы, вот. И, само собой, что, в будущем могут быть сложности, сложности и так далее, что вы можете поменяться местами, вот. Что девушка сейчас вот выступает, ну, тем-то вот вроде, ээээээ, апмечика, вот. то есть, ну, старается вам угодить, а может быть, по-другому, может быть, что в будущем вы будете стараться угодить, а она будет говорить вам, что я на тебя столько сделала, да, вот теперь, значит, не знаю, цени меня и так далее. Такой может быть, к сожалению, поэтому, именно, 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 именно поэтому вам нужно приходить к здоровой модели отношений, вот, понимаете? Случайно ли? Вот еще такой вопрос. Хочется вам дать. Случайно ли? Вы, вот, такой, можно сказать, правильный человек. Случайно ли? Вы, познакомились с девушкой и встречаетесь с ней уже три месяца, которые, ну, вот, по вашей логике, наверное, не совсем правильные. Вот. Случайно ли это? Нет, не случайно. Это не случайно. Потому что вы выбрали ту девушку, такого человека, точнее, который отражал бы вам то, что вы сами хотите. Но, как вы, ну, подавляете это в себе, так вы подавляете это в ней. Как вы боретесь с ней. Вот. И все. И эта борьба, она, вот, продолжается все три месяца. И эта борьба вызывает у вас страх, что вы проиграете. Эта борьба вызывает у вас, конечно, конечно же, агрессию и так далее. Это нормально. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.